Добрый день! 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 ielen и их гимпы, и они стали приобрело, как из-за этого гимпа, но они должны заговорить на приятном, и они умерли за участки, и умерли за 14-ми, и они И Алёна Бабюк, первым секретарем Бречень. На Бабюк-праве есть проблемы, соц ее работала в организации территориальной газификации. Что мы делали в России, она была субтанкетой. И она, после чего они приехали в парламент, после чего они уехали, и она была субтанкетой. Она была субтанкетой, субтанкетой, уже 15 лет. Мы не обращались в то место. У нас прошлое в конференции в прессе. У нас рассказали, что вы, на общество, на общество, на общество, на общество. Что случилось. На различные эмиссии телевизации, я и коллеги, и другие товарищи, которые были в первую очередь, в первую очередь. Да, потому что, в 2016 году, с 7 лет назад. И я информировал и органы respective. И на прокуратуре нам адресатся в тот же место. И никакой формы реакции. И теперь, для нас, у нас были уверены, что это произошло вчера. И так же, что это произошло в конце концов. Потому что все эти изменения, которые находятся в этот трасеизм политик, они afectают очень дор. Мы у нас были очень сильные. Мы только в следующем парламенте не были. 2 лет назад мы не были в парламенте. произошло благодаря имя парламенте и в обществе. Св illustrated для наших стартей. Потому что, у людей потеряют meine почувствия. Потому что, у них нет верни, к этомуORTу, прежде чем народу, что они выбуют за путь, поэтому они выбились за путь, но они выбились за путь, но они выбились за путь. И они выбились за путь. И наши aceptатели, которые выбились за путь. mà они выбились за путь. Эти на возникновение кое-те, и у нас не было. Мы были в ситуации очень сложной. Как мы решили, так как, я повторяю, из этих традетов, шесть мебрия объективного политического и синим, и синим, и синим, и синим и синим, если нужно, с организацией, синим в действие и синим, и синим, и синим, и когда мы помним, то у нас не связано. Советский политический оборудился для increasingly в Упу Марий Ильич. Когда он был в Комитет Централь , как как символ на пост Продолжение следует... 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 Но я не помню, когда в период шедения парламентного парламентного парламента стоял я на маргине. Лога меня стоял руководитель Фарсионе Ина Шопак. Лога Ина Шопак стоял лена Лена Боднаренко. И в период шедения, с Апропида Лена Боднаренко, Евгений Чифарчук, и говорит о том, что 300 млн евро или 300 млн евро, и они идут и приходят на демократ. Я стоял рядом и слушал. Я иду на этот Микферчук. Микферчук и я напишу его, как он называл Боксорец, как он называл «суцом», «пуцом», как он называл «пуцом». Костик. Да. Понимаете? Наглубообразно. Ну, это не так. Но это не политик. Это бандитизм. Это что-то более страшное. И так же случилось, в данном случае, и все эти вещи. И мы начнем с докладащей у некоторых политиков, он самый большой политик, Дмитрий Диаков. Воронин потребовал Генерального прокуратуры завесив уголовное дело над Диакова. Диакова доклада, что он знает персонал, 8 человек, которые не дали банды, и они не дали банды. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Питру Каису доклада демократов. Обращение в генпрокуратуре было сделано после того, как на прошлой неделе депутат демократ заявил, что лидер коммунистов получил деньги за выход из ПКРМ в 2015 году по-минжи Берия, по-минжи Берия, а то ими депутатов. Собственность за обшире и сети Диакова. Это сказали, которые были отнесены в прокуратуру. Пока сегодня прокуратура не дала ни один декор. Он спросил, что у меня есть семьи, это 8 депутатов. И мы с вами делаем очки, потому что у меня есть 8 депутатов, которые мне дали деньги, чтобы... Но я, в самом деле, не понимаю, логика этой депутатии. И я в баню, когда не идут к миру. Если я в баню не идут к миру, то я в баню страдезы пеной, и я дам демократ. Если я в баню, то я в баню не идут к миру. Пятьдесят. Тогда я в декларат, что делал декларат. Я в конскрессе попросил генерального прокурора Александра Стояноглова. Ну и приятен его Стояноглова фосдепутат по листу демократов, а еще и владыше демолт, слега творче раз. Да. Проверить заявление почетного председателя ДПН Дмитрия Дьякова. Да. Шпынасты зрепет, носов платный шумфелд и мосуры. Потреба очисток. Может и курьев, тоже из курьев. Потреба очисток. Да. Если им дали демократ, то я должен был получу демократ. Демократ. Что из курьев. Что из курьев. Да. Что из курьев. 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 Что из курьева. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые сограждане, разрушить партию коммунистов Республики Молдова пытались еще с 2001 года. Те, кто выбрал для нашей страны другой путь развития, не независимый, а зависимый, те, кто был против социальной политики, те, кто был против того, что партии коммунистов наши с вами сограждане доверили большинству. Что только они предпринимали, и разрушить единство партии не получалось, и тогда именно единство и решили разрушить путем подкупа депутатов. Я могу сказать подкупа, потому что была и я в этой каше, как говорится, замешана. Что произошло после того, как ушло 14 человек? До сих пор еще многие наши сограждане говорят, партия коммунистов Республики Молдова сделала для нашей страны больше всего. Лучше, чем коммунисты не работал никто, но их же уже нет, они же все продажные. Не все, оказывается, продажные. Мне, например, делали предложение дважды. Первый раз предложение, которое было озвучено Сергеем Сырбу, за неделю до выхода 14 депутатов парламента, предполагалось, что я буду 15-й. Такие же предложения делали и другим моим коллегам. Целью демократической партии на тот момент было не только голосование за правительство Филиппа, но целью партии демократов было оставить в парламенте Воронина одного коммуниста. Второе предложение, Владимир Николаевич уже говорил, было озвучено позже, спустя несколько месяцев после того, как ушли 14 депутатов. Суммы назывались разные. Предложения были разные. Я делала заявление, делала заявление публично. Я сотрудничала со следствием. Долгий период времени, 6 лет почти, не было никаких движений. На сегодняшний день есть то, что есть, то, что мы все с вами видели. И мы надеемся на то, что следственные органы доведут дело до логического завершения. Не только в отношении 14 депутатов-предателей, но и в отношении других предателей. Да, политический трассиизм он существовал и в других странах, но переходили из партии в партию, из фракции в фракцию, один-два депутата. А так, чтобы ушло 14 человек из одной фракции, 19, если вы помните, ушли из либеральной демократической партии. Сегодня некоторые из них находятся в ПАЗ и сидят даже в зале заседания парламента. Мы надеемся, что будут проверены все, что это будет не только демонстрация в отношении какой-то определенной части общества, но это будет реальная борьба с реальной большой коррупцией. Почему я не предала? Потому что в моей жизни были честные и порядочные родители, такие уже учителя, мои товарищи по партии коммунистов Республики Молдова. Именно огромное уважение в первую очередь к Владимиру Николаевичу Воронину, к членам политисполкома, к тем рядовым коммунистам, которых десятки тысяч, и которые изо дня в день, из года в год, участвуя в выборах, несли правду людям о том, что делает партия коммунистов, представляли позицию партии, вот и на их глазах, именно понимание той ответственности, которая у меня личная была перед ними, не дали мне предпосылок каких-то для того, чтобы придать. И я себя чувствую абсолютно спокойно и уверенно. И тогда, когда мне делали это предложение, я отказывалась. И тогда, когда проходило время, и сегодня, и я думаю, что таких честных, порядочных людей больше во многих партиях, во всяком случае в партии коммунистов, гораздо больше. И цель нашей сегодняшней пресс-конференции это, и именно это, тоже сказать людям, что партия коммунистов есть, что в партии коммунистов люди честные, которые не гнутся, не ломаются, сохраняют свою позицию. А те, которые продались, ну, конец у веревочки всегда бывает. Спасибо. И буквально несколько слов, господа представители масс-медиа, относительно событий, венементе Ледиер, вчерашних событий. Значит, вы все слышали официальные сообщения, что привлечение указанных личностей за Энбугоцирия и Личита. Но Энбугоцирия и Личита есть, это только следствие. Следствие чего? Следствие политической коррупции. Дойдет ли это следствие до корней, в результате чего это все возникло? Найдут ли они те явления, вскроют ли и понесут ли наказание те люди, которые именно занимались этим, политической коррупцией? Есть ли в нашем законодательстве такие меры, которые позволяют преследовать такие явления, как политическая коррупция? Это вопрос самый главный. Это вопрос самый главный. Поэтому нам, лично мне, например, кажется, что то, что сегодня предпринимается, это, так сказать, удар по хвостам, а главное, что это некий сигнал и некий намек для тех людей, в том числе и во власти, которые не являются устойчивыми по отношению к тем мерам, которые власть несет, и которые пытаются указать им на то, что сидите тихо, как говорится. Наша задача сегодня, мы очень, так сказать, удивлены тем, что эти вещи проявились вот вчера, позавчера. Дело в том, что декларации эти люди сдавали каждый год, и каждый год в этих декларациях, недавно только она и проверяла отдельных членов тех, которых вчера задержали декларациях этих, все было чисто. Почему это так возникло именно сейчас? И дойдет ли органы правопорядка, органы следствия до причин, до возникновения источников этой имбугоцидии и лечит? От кого? На основании чего получено и так далее, и тому подобное. Это самый главный сегодня вопрос, который позволит, в конце концов, может быть, в том числе и делать корректировки в законодательстве, которые не допустят политического трассеизма, потому что вы видели, как. От партии в оппозицию уходят партии власти, партия власти перестает быть партией власти, уходят в третью партию и так далее. Мы видим сегодня в зале заседания парламента некоторых из тех, которые были и в либеральной партии, ушли потом в полудомы, из полудомы ушли к демократам. Там есть индивиды, которые сменили заслужение 7-8 партий. Поэтому это вопрос самый главный для оздоровления политической ситуации. В противном случае, то, что было совершено тогда, привело к тому, что отношение к депутатскому корпусу, что отношение к выборам, отношение к политическим партиям и политическим лидерам получило вот такое, грубо говоря, негативное такое отражение. Негативное такое отражение. И сегодня, к сожалению, парламент, занимаясь... Посмотрите сегодняшнюю повестку дня. Парламент, занимаясь законотворчеством сегодня, к сожалению, занят в основном перезахватом государства. Смотрите, 5 назначений. Причем эти назначения совершенно не были обусловлены серьезной необходимостью. И ясное дело, что люди неустойчивые начинают, так сказать, прислоняться к властным, к властным, к политическим силам, отправляющим властные полномочия. Поэтому задача... Мы ожидаем, что все-таки разбор полетов этот дойдет до принципиальных вопросов, до вопросов источников, до вопросов коррумпирования политических лидеров или политических деятелей. И вылезет, в конце концов, в противодействие этому явлению. Спасибо. 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 Больше? Не, не, слушайте, я не знаю. Если произойдет то, о чем говорит Олег Моисеевич Рейдман, то мы рискуем остаться без политического класса практически, если дойдут до корней проблемы. И без правящей партии в частности. Ну, эта партия, как известно, состоит в основном из перебежчиков, включая главу государства так называемого, которое тоже состояло в либерально-демократической партии Филата, состояло в одной коалиции с Плохотнюком, и тут ползала состояло в этой партии и в одной коалиции с Плохотнюком. Поэтому, если мы начнем копать так глубоко, как мы хотели бы, то мы рискуем остаться без правящей партии в том виде, в котором мы уже привыкли ее видеть. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . старащи, что если вы знаете, в парламенте, в фаре коммунисты, все остальные у нас были из-за партии, из-за партии, из-за партии, которые были и которые в Молдову. И аи ищи, которые формуют сейчас, я имел много семей, ищи, ищи, так называют, партии, все остались из-за партии. Но, я думаю, что все эти вещи, Субтитры создавал DimaTorzok Какое это отношение имеет к теме сегодняшней? Ну, задайте вопросы, предложите вопросы, получите ответы. Ну, ей вывлекат, что в фильме «Ачестер» есть дата опыния «Ачестер» персонажа. Я не предоставлю в фильме, как будто это судебный процесс, это фильм, основанный на реальных материалах, на конкретных материалах, снятых там, во время 7 апреля, в этой гуще, в этой массе народа, в этом погроме. И надо было искать этого самого придурка, как его, Дарина Кирдага и этого второго, тоже недалеченного ГИМПа и брать у них интервью для фильма. Так получается. Сидите в Страсбурге, в большом зале, этот Европейский суд по правам человека, очень удобно, уютно, очень большие зарплаты и так далее. В реалии 7 апреля, по сравнению с тем, что написал этот Европейский суд по правам человека, это дурдом, это практически физически невозможно. Второе мнение надо было брать у них, оказывается. Не наше высказать, что мы видели и как мы видели, а мы видели реальность, мы видели детали, мы видели организацию государственного переворота, которые потом имели место, и мы не хотели применить никаких сил, никакого оружия, ничего, потому что мы уже имели уроки Майдана Киевского, который до сих пор вот там горит. Вот. А они берут сухо. Зато материалы по Ниту, 13-й год, этот самый справедливый, как говорил известный герой в фильме «Гуманный суд в мире», 13 лет не рассматривает по Ниту, по закрытию, по незаконному закрытию Нита. Вот это демократия. Купленная, продажная, проститутская. Вот что они творят. Что творят. Для чего им нужно большинство? Для чего им надо было покупать депутатов? Для того, чтобы решали все эти вопросы свои. Больше ни для чего. Потому что эти годы, что они были во власть, они ничего не решили. Они им украли миллиарды. Они продали аэропорты. Они продали все, что можно было продать, разрушить и так далее, уничтожить. Долги сумасшедшие по кредитам. И сейчас продолжается эта политика набрать как можно больше кредитов. Вот что. Поэтому мы имеем особое мнение для себя, а не для того, чтобы это самое. И по отношению в целом к этому суду. Как это, 13 лет дело по Ниту не распатривается. Не доходит очередь, оказывается. Да, это, придурка, сразу очередь дошла. А, да, это не доходит. Продолжение следует... Я тебя не понял. Не надо отвечать на эти вопросы. Отдельно, пожалуйста, задавайте вопросы от своего источника. Я тебя не понял. Ну, скажи, это в филишнем мире этот самый. Я уриспект Мусульле Ангиковице. Михаил Кимков, что вы думаете так, что отражение выспомнили Дуна Вастера, потому что ей консидеры, как Дуна Вастера, от вас организаторного общества, о проведении. Ну да. Я вам веду партия, я с Яглуба-Дестрова сказал, я просил ее президентой. У нас есть еще раз, эта проблема была. И говорят, что они древние выборы, решили себя. За 12 лет они не довели следствия до конца, и у них нет ответов. А Утимку есть. Читайте 7 вопросов Владимира Николаевича, которые он задал в Следственной комиссии. Были созданы две парламентские комиссии по расследованию событий 7 апреля. Обе комиссии распустились буквально через месяц-два. Ногачевский и апелляционный председатель Иоанн Плешко, вторая комиссия. Они даже из депутатов ушли, которые когда увидели и узнали, кто организатор этих событий 7 апреля. Ушли депутаты. И до сих пор дело по 7 апреля не закрыто. Пожалуйста, ГИМПО, Киртанков, пусть потребуется, чтобы расследовали до конца дело по 7 апреля. Я сам очень этого хочу, потому что я знаю, что мы ничего не готовили, мы ничего не проводили, мы ничего не организовали. Но я знаю другое, что на пороге здания президентуры, и потом эта фотография была срочно послана перед американскому послу через полчаса. Это стоял этот самый некий Алекс Григорьев, латыш, гражданин Соединенных Штатов Америки, организатор погрома в Югославии против Милошевича, организатор Киевского Майдана и многих других событий. Я это знаю. И службу мне доложили, его сфотографировали. Мы просим задавать вопросы по теме сегодняшней церковной конференции. Да, это она слышала 100 лет назад еще. Ей просто надо, так сказать, набрать материал для передачи. Так, давайте, потому что она уже выполнила лимит. А теперь мы говорим о том, что государства, которые были плачаны в 2015, которые были платными за это, и они были платить за это. Если вы могли сказать, что суме было бы? И что были государства, которые были платить вarts? Анкета, то есть и суме, но, знаете, это был очень интересный момент. Когда они понесли, что они понесли, что понесли, но они понесли. Они понесли, на 21 декабря, на 21 декабря,ы понесли, когда они понесли, когда появились эти прессы, не знаю, как я осветил и кто был. И когда иди, кто видели, кто сказал? «Ты ты? Ты же? Ты же да? Ты же да? И тогда они увидели, что они знают, что они знают. Так что они были организованы. Они не знают, что они не знают, что они работают. И они работают индивидуально. И они увидят суммы. Мы не знаем суммы, они сказали. Но это не проблема, это проблема в анкете. Вы можете сказать, что суммы, которые были выявлены? Потому что все были выявлены суммы, но никто никогда не сказал. Просто, я уверен, что они не работают в институте. Вы читаете материалы из 2015. И там все конкретно показаны, суммы и все. Явление гораздо более серьезное, чем интерес к суммам. Что вас так интересует суммы? Хотите микрофон поменять и прицениваетесь? Не надо. Явление само по себе гораздо более серьезное, чем суммы. Анкета разберется с суммами. Есть там свидетельские показатели? Хотя мы знаем. Мы примерно знаем. И мы будем сотрудничать. Я сказал с анкетой. Будем сотрудничать и будем говорить. Я суммах, я по все. Но это для следствия. Вот. Открытый пречес-на Почти в Комнистике. Как у вас было результатов, Портий? Сын, что человеку в квартир, который был прав на СИЗМа в 2009, нужно оформить химии для этих институтов. и которые привыкли на эти события, и мы знаем, что все были правы против партия. Он был активен в аппарате Президентной Республики Волдова, и там, в аппарате Президентной, он был активен в партии, не в аппарате, потому что в аппарате Президентной не позволяет организации политики и партии. Но, как мы все вместе, он был активен в партии, и так же, он был активен в партии. Но, в отношении того, как они говорят, это другая проблема, и мы не получаем информацию на этот этап. Мы получаем информацию о том, как они говорят о Депендец, и мы, как вы сказали, но вы, которые были националисты и романицы, вы понимаете, не говорите о этой проблеме. И мы не говорим о этой проблеме. Дом Президент, если, в кадре, в отношении этого процесса о том, 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 Это не зависит от анкета. Это не зависит от нас. Но если вы будете читать, вы будете принимать мертвы? Нет, я здесь... В вашей конференции, я говорила и я, но мы поговорим о том, что мы поговорим о том, что мы поговорим о анкете. Это вопрос о анкете. Ну, в кадр, и в рамках, 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 Ну, неправильно. Господин Воронин обращался в Минеральную прокуратуру за проверкой фактов, изложенных господином Дьяковым. Также, было обращение официальное в НЦБК, на Национальный центр по борьбе с коррупцией, в свое время, о проверке, немедленной, после ухода и возникновения новых, так сказать, активов у этих людей, о проверке источников. То есть, мы действовали, и увидим, лекарь, и лично, в рамках, много, во многих работев, во многих интервью-ы Vousи, во многих эмиссий-ы, во многих эмиссий-ы, по которым я и с юналистами, а вернодинские автори, и ютогые эмиссии, не знаю, что это причина. Сегодня, когда мы не делали паузы, в начале, в фоае, Дома и президенту, Игор Гросу. Что было написано? Это было предложено... Это было у нас в нашей стране и я написал, что это было написано, чтобы это было написано, в следующей серии парламенту, который будет проводить в парламенту. Дома Преедине, в первые условия, если о 14 депутатах, которые использовались ПЦРМ, что спрашивают о плакаре Ибор Додонзе, или Иоанн Гебан? Они были первые, после Мэриан Лопу, которые... Я говорил об этом, в различные интервью, вы можете открыть ИТУП, и посмотрите, что все вы найдете в 5 минуты. Я говорил об этом, потому что у них были разные проблемы, но это все в истории. Вы посмотрите на ИТУП, и все наши прессы, и все наши declarации в этот капитал. Да. Наша пресс-конференция посвящена событиям, которые возникли вчера, поэтому... Да. Да. Да, чтобы не было ошибок, а уже несколько лет назад и некоторые детали, но уже не будут в том числе, как они были тогда. Но на YouTube есть все эти declarации, есть все эти интервью. Учитывайте. Утима вопрос. Утима вопрос. мы могли рассказать в своем канале. У нас уже уточнили в вашем специале и у нас ответили. Обратите за 5 минуты, сколько здесь, сколько в парламенте. Но мне несколько лет. Я должен покажать вам, кстати, ты не прочитывай. Сегодня я сказал, что не благодаря тебе. Вhésбите. Субтитры д drone. Субтитры сделал DimaTorzok